Итак, для прогноза на 2017 год нам понадобится елка и вот такие новогодние шары. У каждого свое название и своя определенная миссия. Вот здесь есть политика, экономика, рынок труда. Мы попросили ведущих красноярских экспертов нарядить нашу новогоднюю красавицу и таким образом озвучить свои прогнозы на наступающие 365 дней. Думаю, что политику нам надо в будущем году повесить повыше среднего на елку. Страшно, но интересно. Таким 2017-й видят политологи. Выборы мэра – вот что предстоит пережить. Однако уже не миллион у красноярцев, а депутатам городского совета. Кто станет главой теперь зависит от 30 народных избранников. Заявки от кандидатов будут принимать они. Затем решат, кто же достоин возглавить Красноярск. О чьей судьбе все-таки задумаются парламентарии при принятии решения – Красноярской или все же своей? Вот главный интерес. Мы не знаем, хорошо это или плохо. Это будет первый раз для Красноярска. Это, в общем, непростое будет испытание. И мы не знаем, хорошо или плохо они закончатся. Давайте надеяться на то, что у нас депутаты поступят правильно и в интересах горожан. Всегда будут какие-то противоречия между личными интересами, частными интересами. Но я думаю, что на глазах у всех горожан, в миллионном городе, все поступят по совести. 2017-й год восстановления. Позитивный прогноз дают финансисты. Я определю экономику ниже среднего, потому что мы увидим рост, но он еще не будет глобальным. И это несмотря на то, что главная заначка страны – резервный фонд – в следующем году исчезнет. Об этом в начале декабря заговорили в Счетной палате России. Красноярские финансисты успокаивают. Экономического дна мы уже достигли. Теперь мал-помалу начнем выбираться. Нефть будет дорожать, поэтому благосостояние страны будет расти как на дрожжах. Вырастут и доходы красноярцев, как и всех россиян, примерно на 5%. И перекроют рост цен. Такого не было после декабрьского кризиса 2014-го, но все же резкого улучшения жизни ожидать не стоит. Мы, безусловно, не увидим курсы доллара или евро на уровне 2013-го года. То есть не будет 30 рублей за доллар. Но, по крайней мере, диапазон от 50 до 60 рублей – это уже реальность следующего года. Собственно, укрепление рубля способствует нашему населению больше сохранять, больше накапливать. Это снизит инфляцию. То есть на следующий год уже прогнозируется инфляция на уровне 4-5%. И, я думаю, реально уложится в эти рамки. Рынок труда в Красноярске эксперты решили измерить уровнем безработицы. Она остается на прежнем уровне. Шар с таким названием специалисты разместили чуть выше середины. Сейчас в Красноярске около 4 тысяч безработных горожан. Это количество не изменяется уже на протяжении трех лет. В следующем их станет больше примерно на 500. Работодатели нас уведомляют о высвобождении. Сегодня мы располагаем информацию о порядка 500 человек, которые заявлены на высвобождение на предстоящий период. То есть я говорю о 2017-м годе. Но тут заключается вопрос в том, что никогда в полном объеме высвобождения не происходит. Потому что мы говорим о том, что люди переводятся на другие рабочие места, люди трудоустраиваются в дочерние компании. При этом ежедневно в банке вакансий свободных 14 тысяч. В 2017-м их станет больше на 20%. Бизнес развивается, соответственно, нужны высококвалифицированные специалисты, говорят эксперты. Спрос на работяг, токарей, сварщиков и разнорабочих останется и в следующем году. Востребованы также будут менеджеры продаж и IT-персонал. Я повешу шарик вакансий повыше рынка труда, но, конечно же, рядом, потому что они неотделимы друг от друга. Стабильность сферы продаж на протяжении последних, наверное, лет 10 точно есть. Поэтому продажи, все, что связано с продажами и рабочий персонал. Рабочий персонал – это та категория, которая растет последние годы очень сильно. И она не будет прекращать расти. Точно то же самое могу сказать про информационные технологии. IT-специалисты, программисты, разработчики и так далее. Они очень важны, но их очень сильно перетягивают другие регионы. Это и Новосибирск, и Казань, и Москва, и Питер, конечно. Сильный скачок на туристическом рынке ожидает Светлана Маслова. Да такое, что соответствующий новогодний шар разместила даже выше политики. Благодаря вновь открывшейся Турции продажи путевок возрастут в десятки раз. Да и цены порадуют. Отдых на турецком побережье на одного обойдется примерно в 25 тысяч рублей, уверены эксперты. Сейчас идет, что каждый, во-первых, все турагентства должны встать в реестры общие, такого уже давно не было, и выстроить свои отношения с туроператорами. Туроператоры себя страхуют. Раньше риски банкротств турагентства они закладывали в путевку. Сейчас путевка может стоить дешевле, потому что эти риски турагентства сами будут оплачивать вот именно надежностью своим депозитам, туроператорам. Стоимость путевки уменьшится благодаря тому, что турагентств недобросовестных станет меньше. Откроет Турция и Египет, чего я очень хочу. Субсидирует Крым. Вот это тот будет рывок составляющей, который поможет туризму выскочить вот на такой пик по сравнению с 2016 годом. Главный посыл экспертов такой. Время, когда красноярцам приходилось затягивать пояса, прошло. В 2017-м наступят перемены. И, судя по нашей елке, позитивные. Остается лишь проверить, сбудутся ли прогнозы. Виктория Столлирова, Николай Чистяков, Павел Тюкавкин. Воскресные новости.